Греча, макароны, чай, сахар, сгущёнка, паштеты, тушёночка, вафли, масло подсолнечное. И сейчас мы ещё заедем, докупим молочки, яйца и что-то из мясного. Получил запрос от бабушки. Собрал всё нужное в коробку и в дорогу. Здесь почти всё необходимое – продукты, стиральный порошок. А чего не хватает, Александр обычно докупает в магазине. Такие запросы сейчас бывают не так часто, как в момент пандемии, когда пожилые люди все сидели дома и боялись выходить на улицу, боялись заразиться. Но стабильно раз в неделю такие запросы прибывают. Александр – руководитель Одинцовского союза волонтёров, в котором более 150 добровольцев ежедневно помогают нашим жителям. Это школьники и студенты. Для них Александр как папа, рассказывает Полина. Когда она перешла под его крыло, поняла всю значимость волонтёрского движения. Ведь именно руководитель привил девушке любовь к добрым делам. Сначала я один год занималась без Александра, и потом он меня к себе позвал. Я прям с радостью согласилась. Он меня прям поддерживал, помогал куда-то на какие-то мероприятия прям высокие какие-нибудь пойти. И меня это ещё больше вдохновило. Теперь я ещё больше занимаюсь. Мы несем колоссальную ответственность за детей. И, соответственно, мы должны быть примером для них, для того, чтобы как раз их постоянно разжигать в них вот это вот желание заниматься добровольческими направлениями. Поднялись с Полиной к бабушке, вручили продуктовый набор и поинтересовались, нужна ли ещё какая-нибудь помощь. Труда большого не составила, зато отдача колоссальная. Самое приятное в волонтёрстве – видеть улыбку тех, кому оказывают помощь. Спасибо, что вы заботитесь о пожилых людях. На плечах Александра много разных забот – координация молодёжи, создание и проработка проектов, решение организационных задач. По его словам, руководить такой большой и сплочённой командой – одно удовольствие. Волонтёрство – это определённого рода, как мне кажется, сейчас уже стало такой большой семьёй, которая с каждым днём всё больше разрастается, объединяются люди, объединяются организации. И, думаю, в скором времени мы придём к чему-то такому глобальному, масштабному, что округ сможет заявить о себе в ещё большем формате. Важно развивать добровольческую деятельность в Одинцовском округе и своим примером показывать молодёжи, что это здорово – помогать нуждающимся.